И мы на пикнике. Вот так. Магия. Это не иначе, как магия. У нас с тобой есть, ты посмотри, у нас с тобой есть огурчики, помидорчики, зелень, все с огорода, все вкусное. И я не могу без мяса. Да я знаю. Ты знаешь, я не могу без мяса. У нас сегодня сардельки особые от Ясной Горки. Сардельки шикарные. Ты знаешь, они даже на вид уже шикарные. Между прочим, и название, насколько я понимаю, тоже особое, я бы сказала. Особенное все потому, что там есть, я уже прочитала. И не запомнила. Восточные специи. Я есть уже хочу. Восточные специи в сочетании с куриным филе дают, говорят, непревзойденный, необыкновенный вкус. И по идее мы бы могли их приготовить и так, но мы, нет, мы не сторонники чего-то простого. Мы хотим сделать их еще вкуснее. И в этом нам поможет Анастасия Щербакова. Настя, ведущая рубрики «Раса готова», этот пикник проводит с нами. Настя, расскажи, пожалуйста, что мы можем, как мы можем их еще обогатить? Варианты есть. Варианты очень интересные, веселые и быстрые. Да. Кстати, один из вариантов, я насколько понимаю, это оборачивать их в бекон. Это будет классно. Но как нам показалось, но куриные сардельки, девчат. Сочетать со свининой. Со свининой. Но это было бы, это как-то было бы маветоном, как нам посчиталось. Мы подумали. И, соответственно, мы будем делать что? Настя, расскажи. А мы будем сочетать их с сыром и с горчицей. Так, а какой сыр? К восточным специям, чуть-чуть русской отечественной горчички, там будет просто великолепно. Это неплохо. А каким образом он будет? Сыр можно брать любой, но главное, чтобы он хорошо плавился. Сегодня у нас будет с вами плавленый сыр, тонкими ломтиками. Кстати, вот в него очень удобно заворачивать. Сосиски, сардельки. Имейте в виду. И он очень легко плавится, поэтому он нам подходит. Андрей, достань его, пожалуйста, из корзинки. С удовольствием, пожалуйста. Пожалуйста, сколько нам нужно? А нам нужен весь, нет? Нет, достаточно будет пока одного пластика. Кстати, если еще попутно поджарить хлеб и положить на него такой ломтик сыра, зелень и еще сверху поджаренную горбушечку, я только хотел сказать, за что я люблю, когда к нам приходит Анастасия Щербакова, она как минимум аппетитно рассказывает даже все, понимаете? Вы знаете, мне кажется, что самое главное, помимо основного блюда, это, конечно же, готовый мангал. Ну, это, он, так, у нас практически все готово. Кстати, у меня есть один интересный лайфхак. Пока вы тут, значит, воркуете на этой импровизированной кухне, я отправляюсь к мангалу, чтобы рассказать вам один очень интересный лайфхак. Насколько часто бывает ситуация на пикнике, когда у тебя есть угли, но нечем их раздуть? Вот нет этой бумажечки, какой-то пластмассинки, но есть всегда бутылка. Что мы можем сделать? Мы можем просто ее вот таким образом разрезать, немножко подплавить, дабы она у нас была чуть-чуть поуже, чтобы она вот таким образом легко входила. И если вы боитесь вот таким классическим образом раздувать угли, вы можете делать это вот так, смотрите. Вот и все. Между прочим, угли у нас, судя по вот этому седому цвету, уже практически готовы, поэтому пошел-ка я за нашими сардельками. Так, ну что, у нас сардельчика... О-о-о, Настя, ну ты как... Настя, вы как обычно... Загадывай желание. Я обязательно должен сегодня сделать. Я уже пошел тогда их потихонечку обжаривать, еще у вас соус, я правильно понимаю? Конечно, ты абсолютно правильно понимаешь. Не вмешиваюсь, удаляюсь. Настя, из чего будет соус? Продукты простейшие. Все та же горчица и баночка, а то и две детского питания, яблочное пюре, яблочное пюре. Как это сочетается вообще? Это изумительно сочетает. Так, ну давай. Сейчас увидишь. Пойдем пюре. У нас компания небольшая, я думаю, нам этого достаточно. И сюда, на глаз и по вкусу. Мы добавим горчицу. Кстати, отлично заиграет дижонская, французская, зернистая. Вот так, для сильных духов. Ну ты не жалела, не обре, не меня. Так, теперь мы это все перемешиваем. Просто перемешиваем, соус готов. Можно, конечно, по желанию сюда йогурт добавить, можно зелень, можно приперчить чуть-чуть. Ой, отлично, ну все, тогда у нас сегодня будет все прекрасно готово. Ну что, наши сардельки, ну ты посмотрите на них. А сыр-то немножко расплавился. Смотрите, какой он загорелый. Немножечко, немножечко. Красота. Все, как в общем-то и говорила нам Настя. У нас уже все готово, соус, зелень. Красиво, а запах? Я думала, у тебя может горячо, нет? Нет. Нет, ты просто уже в предвкушении момента. Я в предвкушении, мне кажется. Настя, спасибо тебе большое за такой вот гастрономический лайфхак сегодня. А сардельки, посмотри, как подрумянились. У меня какая корочка невероятная. Это будет хрустеть, а вот нежнейшая. Я первый раз вижу такую, чтобы была корочка, понимаешь? А ты оставила самое ценное. Я хочу тебе обратить внимание. Сыр с зеленью. Сыр с зеленью. Это же невероятно вкусно. Это вкусно. Да. Ну что, давайте пробовать? Давайте. Ой, мне кажется, вот от такого вот барбекю не откажутся, в том числе и дети. Давай пробуем же. Я хочу вот узнать твое мнение мужское. Почему-то, говоря о детях, ты почему-то сказала мне пробовать. Ну, потому что, знаешь, мужчины, как дети, мне кажется, они всегда не слукавят, в отличие от женщин. Если вот, например, муж приготовил что-нибудь невкусное, женщина всегда скажет, ну, молодец, было ничего. Ну, давай лучше я буду готовить. Я хочу попробовать соус, потому что, Настя, напомни, пожалуйста, с чем это соус? Яблочное пюре и горчица. По моему мнению, абсолютно несочетаемые. Настя, пробуй тоже. Ну что, Настя? Ну, момент истины. Куриное филе, особые сардельки, и все благодаря восточным специям. Как оценишь результат? Без слов, друзья. Я смотрю на выражение твоего лица. Наверное, горчицы переложила. Наверное. Андрей, счастлив. Настюш, большое тебе спасибо. Надеемся, мы еще раз увидим тебя, а также новые выпуски «Расы готова». Ну что, друзья, с таким вот прекрасным, щедрым столом от Ясной Горки легко перекусить. Легко. Горки-пэк. Удачи!